всем привет друзьям вас приветствую сегодня я и зовут меня юлия я снова в эфире я снова с вами потому что я вернулась из отпуска мы вчера приехали ура 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 ну и коротко и по делу съездили конечно же отлично вечером вчера приехали юра скинул все видео в компьютер я вчера допоздна просидела их все разложила по папочкам немножко в голове прикинула как мне монтировать чтобы вам все четко и ясно показать что касается нашего отдыха одно скажу абхазия красиво и прекрасно это вот ну просто незабываемые суперские впечатления поэтому я все вам обязательно подробно расскажу и покажу следующих моих видео специальные которые будут посвящены именно абхазии ну точнее всего об отдыхе в абхазии ну а об моем отсутствии я хочу сказать что все замечательно я вчера мы вчера вернулись встречала нас старшая дочь знаете у меня с одной стороны такая прям вот гордость за то что я вырастила достойную мать жену хозяйку потому что дома идеальный порядок все так как вот ну как бы как я люблю да как в принципе я всегда сама делаю приготовлена покушать курочка запеченная в духовке с рисом с подливкой причем курочка замаринованная по рецепту блины напеченные причем и вы представляете то есть дочь старшая во время нашего отсутствия она стала печь блины она стала печь там какие-то конвертики они показывали нам то есть у меня было морозилки слоеное тесто и в общем она там приготовила вот конвертики сахарные со сгущенкой морозилка у нас была затарена по отъезду и соответственно они там уже сами по себе что хотели то и готовили и ей это видимо понравилось то есть ну я сама по себе знаю я всегда люблю тоже так вот делать когда например никого нет я что-то люблю там делать придумывать готовить и видимо она точно также вот как-то вот ей и ей это понравилось ну она уже встречается с молодым человеком и почти 19 лет я в ее возрасте тоже стала уже встречаться с юрой да ее папой и соответственно он приходил и соответственно может быть еще как-то и при нем она так вот показывала себя такой хозяйкой в общем то все просто замечательно что же касается уже моей моей зеленой до семьи то тут я немножко конечно под расстроилась потому что у нас за наше отсутствие были такие проливные довольно продолжительные дожди это что вот в открытом грунте до под проливными дождями где-то что-то пострадало ну а то что под было навесом то есть туда куда не попадал дождь там наоборот где-то что-то подсохло но слава богу что благодаря наверное влажности не все так плохо как могло бы быть но я немножко конечно расстроилась потому что в основном у меня под навесом все мои такие вегетативные растения которые я очень хочу сохранить начеренковать и для будущего для будущей реализации так получается что сейчас они некоторые конечно очень сильно пострадали но ничего страшного господи это всего лишь цветы все вырастет и что не вырастет купим другое вырастим посеем так что не стоит расстраиваться это я вчера видимо наверное уже от переполнения эмоций немножко конечно расстроилась вечером но в целом все замечательно я очень благодарна моей маму ли которая ухаживала за моими овощами приходила поливала все тоже там в целости сохранности и все было бы благоухает так что все замечательно вы знаете вот словила себя на мысли что наверное такой человек пожизненно активный что вообще не умею отдыхать то есть со мной даже случилось вот такая вот как-то депрессия что ли вот именно там на отдыхе то есть на какой по счету уже не помню на третий или на четвертый день мне вообще было дико от того что мы просто ну как говорится проснулись пошли покушали пошли на море полежали пришли домой отдохнули полежали потом снова походили побродили пошли на море покупались полежали потом пошли гулять и для меня мне это казалось вот ну диким как можно просто вот так вот ну отдыхать то есть на меня как это настало напала грусть тоска юра меня успокаивал да ты чего давай перестань я даже плакала честно вам признаюсь от того что ну я не представляю как вот можно просто вот ну вот так вот отдыхать наверное это не мой отдых и потом когда вот мы съездили на первую экскурсию все видимо я вот зарядилась этими эмоциями взяла вот этот нужный был который мне адреналин запустила в кровь и потом уже все пошло как по накатанной то есть экскурсия за экскурсией мы начали больше гулять мы начали больше всего осматривать и вот эти эмоции конечно они вот наполнили меня и я уже начала получать истинное удовольствие от отдыха и конечно же сделал для себя вывод о том что скорее всего вот такой вот отдых когда ну как у меня например мамуля она вот любит есть она приезжает в одно и то же место вот у них там перешли не дорогу и вот море и вот они так каждый божий день туда-сюда и все это наверно это отдых не для меня я для себя четко поняла что мне нужен адреналин мне нужно движение мне нужна скорость и вот эти вот эмоции то есть без экскурсии мой отдых не будет это однозначно ну и новые все новые и новые места их нужно узнавать нужно изучать они так вот просто каждый год на одно и то же место это не про меня я уже это поняла и сделала для себя такой вывод ну и юра меня в этом полностью поддержал следующий раз мы обязательно поедем уже в другое место примерно уже представляем куда так что в целом все замечательно тьфу 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 все живы все здоровы ну кстати между прочим хочу сказать что все таки на отдыхе один день у нас выпал потому что вот мы поехали как раз таки над на первую экскурсию у нас была восьмиместная машина и как я поняла то есть мы уже на середине экскурсии водитель стал спрашивать у семьи которая ехала вместе с нами что почему они долго не собирались то есть у них видимо я так поняла что была запланирована поездка на более ранний срок и они значит ну тут в диалоге я услышала что оказывается они все переболели рота вирусом и как только вот у них температура спала они сразу же согласились ехать я так как бы для себя такая думаю блин такая страшная эта болезнь рота вирус как не хочет не хотелось бы с нею столкнуться ну и что вы думаете с этой же ночью нас постиг этот вирус видимо все таки ну мы проверили с утра и до 4 часов вместе да практически целый день с этой семьей ехали в машине передвигались все таки ну как бы все равно какой-никакой контакт был естественно что рота вирус то конечно нас постиг то есть не в море да не где-то там в кафе в ресторане а вот так вот ну благо что действительно мы хотя бы сразу же что мы вместе одновременно отлежались то есть я вот утром как только смогла встать я побежала до аптеки купила нужные лекарства и все замечательно мы обошлись одним днем но у юры немножко посерьезнее было то есть он температурил до самого вечера я видимо наверное у меня была небольшая температура но до обеда потому что вот так глаза как бы горели но я сразу же применила все нужные лекарства и соответственно наверное благодаря этому все обошлось у нас одним днем то есть на следующий день мы уже дальше пошли гулять и наслаждаться отдыхом даже хозяйка наша удивилась да мы рассказывали ей что вот сегодня никуда не идем не едем сегодня отлеживаемся потому что вот так то так то она говорила что всегда отдыхающие по три-четыре дня лежат я еще думаю господи если по три-четыре дня лежать то это получается пол ведь отдыха да тут ведь мы отлежались одним днем и это конечно замечательно так что узнала я что такое рта вирус никому не пожелаю будьте осторожны и берегите себя да как говорится но повторюсь нам хватило вот так вот нашего отдыха так получилось что я почему-то когда только вот мы сели рассчитываться с хозяйкой я поняла что оказывается у нас 11 ночей получилось там ночевать и потому что она мне спрашивает у вас ведь на восьмое число взяты билеты я говорю да она такая так у вас не есть то есть мы-то ее бронировали жилье на 10 ночей 11 получается я такая точно я же ну когда вот вспомнила что когда покупала я билеты не было на то число я взяла на следующий день и я как-то ну выпустила эту мысль из головы ну что же в следующем видео я сделаю вам небольшой обзорчик все-таки по цветочкам пройдемся с вами и посмотрим на мои цветочки спустя полмесяца ровно полмесяца я отсутствовала не при не доходила моя рука до моих любимых цветочков и в следующем видео я сделаю вам полноценный обзор ну а на этом я заканчиваю вот это вот такое видео наконец-то я с вами вам спасибо огромное за внимание если мои видео вам понравилось не забудьте пожалуйста поставить мне пальчик вверх новые гости моего канала призываю вас подписаться и нажать на колокольчик чтобы быть в курсе моих новых видео всем огромное спасибо за внимание крепкого вам здоровья всего вам доброго до новых встреч и до новых видео пока пока